Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Правонарушение в области природопользования. В Рязани прошла совместная плановая прокурорская проверка. Московские сотрудники госавтоинспекции патрулируют улицы нашего города. Отшептало за 100 тысяч рублей или какое направление деятельности в скором времени хотят легализовать. Кубок конфедерации в Рязани. Юные футболисты завоевали один из 50 чемпионских трофеев. В Рязани прошла совместная плановая прокурорская проверка. Представители двух прокуратур – транспортной и природоохранной – совместно с сотрудниками МЧС объехали несколько точек города с целью выявления возможных правонарушений в области природопользования. Об этом подробнее расскажет Ирина Ковалева. Со стороны все происходящее сегодня близ водных объектов Рязани выглядело немного странно. Зачем могли бы подумать проходящие мимо горожане природоохранному прокурору так внимательно наблюдать за полетом квадрокоптера? И что представители прокуратуры хотят увидеть, используя съемку с воздуха? На самом деле ничего удивительного. Проходит очередная совместная прокурорская проверка природоохранного законодательства. В ней принимают участие транспортные и природоохранные прокуроры, а также представители МЧС. Основные объекты проверки река Павловка, Трубеж и береговая полоса реки Аким. Основная цель – обнаружение изменений рельефа русла или береговой полосы рек и загрязнение водных объектов. К последнему пункту уделено особое внимание. Реки, которые протекают на территории Рязани, испытывают значительно антропогенные воздействия. Мы видим, что происходит около них интенсивная застройка. Нам надо упредить наступление негативных последствий. Именно в таком формате, с использованием квадрокоптера, предоставленного МЧС России по Рязанской области, совместная прокурорская проверка проходит впервые. Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин отмечает, что таким образом с помощью визуализации местности можно четко определить, какой из субъектов оказывает негативное воздействие. Явные нарушения видны сразу. А если возникнут малейшие сомнения, будет организована рабочая встреча с представителями органов контроля, чтобы определить принадлежность земельных участков или более детально обсудить то или иное антропогенное воздействие на различные компоненты природной среды. В ходе сегодняшней проверки на правом берегу реки Трубеж в районе Московского шоссе правонарушений не выявлено. А вот с левым берегом все не так однозначно. Были обнаружены следы порубки, атака размещения строительных отходов. Законно или незаконно это сделано, и на территории, принадлежащей строительной компании или нет, это будет дана уже оценка, оценка законности будет дана позже, после того, как мы с Ровстерестом определимся с принадлежностью данных земельных участков. Следующий пункт проверки – участок реки Лыбедь в районе Северной окружной дороги. Особый интерес он представляет для транспортной прокуратуры. В рамках данной проверки нами будет дана оценка вопросом соблюдения законодательства именно применительно к водному транспорту, и в том числе вопросом использования водоохранных зон вдоль наших судоходных веков. В дальнейшем сотрудникам прокуратуры предстоит обработать полученные в ходе сегодняшней проверки данные и вынести соответствующие решения. В любом случае, подобные исследования с использованием новейших технологий будут продолжаться. А это значит, что работа по выявлению нарушений природоохранного законодательства станет более эффективной. В военном поселке Дягилева продолжается спор за участок земли. Спор разразился между строительной компанией, которая подготавливает территорию под строительство нового дома, и местными жителями, выступающими против уничтожения зеленой зоны. Пока силы не на стороне обычных граждан, которые пытаются отвоевать деревья, посаженные, по их мнению, знаменитыми людьми. История со строительством жилого комплекса в военном городке Дягилева получила продолжение. Жители Дягилева считали, что застройка зеленой зоны производится незаконно. Данный участок был выставлен на аукцион, однако из 10 человек, подавших заявки на приобретение земли, явился только один. Он и приобрел данный участок земли. Нашей телекомпании удалось узнать, почему так произошло. Поскольку в аукционе приняло участие всего лишь одно лицо, аукцион был признан несостоявшимся. И в соответствии с земельным кодексом был заключен договор аренды земельного участка с лицом, который единственное принимало участие в аукционе. После того, как был заключен данный договор аренды, данное физическое лицо заключило договор субаренды данного земельного участка с юридическим лицом с общественно-ограниченной ответственностью строительной компании Атриума. Но это не последнее, что волнует местных жителей. Многие из них принимали участки в посадке этой территории. Для большинства это не просто насаждение, а память о прошлом. Поэтому они так рьяно защищают этот участок земли. Также жители беспокоят тот факт, что строительство ведется над канализацией, работа которой вызывает у жильцов ближайших домов опасения. Неоднократно бывали случаи прорыва этой самой канализации и не на одном участке. Также имели место постоянные перебои с водоснабжением. К сожалению, и по этому вопросу закон остался неумолим. Затем уже строительная компания обратилась в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на строительство на данном земельном участке. Администрации города было выдано разрешение на строительство данного земельного участка. Данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Для данной зоны размещение жилого дома относится к одним из основных видов разрешенного использования земельного участка. А такое положение вещей стражилов не устраивает. По их словам, место для строительства выбрано не самое лучшее. Вот этот прекрасный парк, когда передавали городу, его почему-то не сделали парком, чтобы, видимо, оставить. И сейчас город сюда, значит, почему бы своих друзей не устроить? Здесь все есть. И вот этот парк сажали еще ветеран наши. Даже китайцы, которые здесь обучались в 50-х годах, сажали все. Учился здесь даже президент Египта Хосни Мубарак. Все принимали участие, всем очень нравился вот этот наш парк. Школа наша, 21-я, работает уже в две смены. Это, так сказать, не учли. Это раз детские места в детских садиках. Уже полностью они заполнены. То же самое. Не учли развязку дорог. Одним словом, надо разбираться и еще раз разбираться. Мы продолжим следить за развитием событий, а пока жители военного городка Дягилева будут отстаивать свою территорию. Главный архитектор Рязанской области Вячеслав Макаров ушел в отставку. По имеющимся данным, он уволился по собственному желанию. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Николая Любимова, который выступил на пресс-конференции во вторник, Макаров давно хотел уйти в свободное плавание. Замену главному архитектору пока не нашли. В свою очередь Николай Любимов отметил, что квалифицированные архитекторы неохотно идут на госслужбу. Одновременно с этим стало известно, что Министерство сельского хозяйства региона теперь возглавит Виталий Артемов. Напомним, 30 мая пост заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего региональный минсельхоз, покинул Сергей Дудукин. Виталий Артемов – уроженец Рязани. В 1992 году окончил Рязанский государственный радиотехнический институт по специальности инженер-электрик. Долгое время трудился в компании «Рязаненерго», дослужившись до должности директора филиала «Рязанских энергетических сетей». В марте 2004 года был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Затем с марта работал в холдинговой компании «Русьэнерго». А в июле 2008 года вновь был назначен руководителем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, на этот раз в ранге министра Рязанской области. С 2010 года являлся мэром Рязани. Покинул этот пост в октябре 2014-го по собственному желанию. После этого Виталий Артемов работал на предприятиях агропромышленного комплекса. Московские сотрудники госавтоинспекции посетили Рязанский регион. Совместно с местными представителями дорожно-патрульной службы они провели рейдовые мероприятия, направленные на противодействие коррупции и поддержание безопасности на дороге. Не договориться и не подкупить. Сегодня на улице города дежурят не только рязанские сотрудники ГИБДД, но и их федеральные коллеги. Пять экипажей из Москвы весь день патрулируют улицы города. Основное внимание уделяют центральным. Это улицы Соборная и Шабулина, площади Ленина и Победа, а также Куйбышевское шоссе. Сотрудничество проходит в рамках всероссийской операции «Тонировка». Она призвана напомнить водителям, что автомобиль не место для полумрака и романтики. Светопропускание передних боковых и лобовых стекол должно быть не менее 70%. За несколько утренних часов сотрудники ГАИ остановили более 50 нарушителей. Цифры классические для Рязани. Часть водителей согласились оторвать тонировку сразу на месте. Те, кто отказался, получили предписание и штраф. Водитель привлекается к административной ответственности по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И ему выносится постановление о наложении административного штрафа в размере 500 рублей. За повторное нарушение водителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Рязанские и московские сотрудники ГАИ регулярно проводят совместные мероприятия. В этом году они уже искали на улицах города нетрезвых водителей. Операция-тонировка продлится до 9 июня. Но и после этого времени сотрудники ГИБДД будут обращать повышенное внимание на темные автомобили. Рязанская студентка стала жертвой псевдоясновидящих. Находясь в состоянии отчаяния, которое ей навязали мошенницы, девушка отдала двум незнакомым женщинам все свои деньги – ноутбук, телефоны и украшения. С целью предотвращения таких происшествий или же для пополнения федеральной казны, благодаря новым предпринимателям, в России хотят легализовать деятельность ясновидящих. Вольф Мессинг, Ванга Настрадамус. Все эти имена у нас на слуху. Но эти люди не актеры, не музыканты и далеко не ученые. Окружающие называют их ясновидящими. Согласно современному толковому словарю, ясновидение – чудодейственная способность предугадывать, распознавать будущее и явления, недоступные восприятию обыкновенного человека. Согласно статистическим данным, всплеск активности экстрасенсов происходит в те моменты, когда государство переживает не самые лучшие времена. Этим можно объяснить появление Кашпировского и других ясновидящих, которые могли заряжать воду через экран телевизора. Сейчас количество людей, владеющих такой силой, поубавилось. Но то и дело, во всемирной паутине или газете можно найти номер человека, который способен снять порчу, убрать с глаз или сделать оставшуюся жизнь счастливой и долгой. Но людей, которые к ним обращались, можно встретить нечасто. Вы когда-нибудь обращались за помощью к ясновидящим или экстрасенсам? Нет, никогда. А почему так? Я им не верю. Тут раньше никогда не было экстрасенсов, а теперь они появились откуда-то. Потому что им дали возможность хулиганничать, безобразничать, обманывать людей. Их надо привлекать к ответственности вот так вот, разобраться. Нет. А почему так? Ну, потому что я в душу только Богу верю. Нет. А почему? А зачем? Вообще все это от лукавого, если честно говорить. Конечно, все вот это. Но, тем не менее, вот я знаю, вот у меня друг, который, я не знаю, как-то ему удается снимать головную боль. Вот он помогает людям там как-то, я уж не знаю. Может быть, какие-то точечные там манипуляции вот на теле человека. Может быть, так. Но вообще вот как он занимается всеми этими делами. У каждого человека есть страхи, которые носят названия экзистенциальные. Боязнь смерти, страх за благополучие своих родных или близких. Этими факторами обычно и пользуются псевдогадалки и ясновидящие, которых можно встретить на улице. Они читают неплохо, они хорошие такие, как бы, нативные психологи. Они способны считать с вашей внешностью то, что именно к вам надо подходить. Такие люди способны по одному выражению лица сказать – грустно вам или весело. А поза человека способна выдать все его мысли. Поэтому хорошие гадалки увидеть в обычных прохожих хорошо внушаемого не составит труда. Правда, за такое грозит уголовное наказание. По статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошеннику грозит штраф в размере 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если же действовала группа лиц, то штраф возрастает до 300 тысяч рублей, а уголовный срок до пяти лет. Но и от гадалки на улице можно защититься ее же способом. Ведь действуют они по простой схеме – перегрузить мозг человека фактами, и тогда он будет внушаемым. Хороший рецепт. То есть, когда подходит цыганка, задайте ей сами вопрос, попросите у нее денег. У нее. То есть, разорвите ее шаблон. То есть, они неплохие психологи, они прекрасно знают, как это делать. Вне зависимости от того, сколько людей верит в экстрасенсов, а сколько нет, этот рынок будет существовать всегда. Людям хочется верить в чудо. И что обычный амулет из подручных средств сделает их жизнь успешной. К тому же, сейчас на рассмотрение в Государственную Думу направлен закон о легализации оккультно-магической деятельности. Депутаты отмечают, что услуги подобного характера распространены в нашей стране достаточно широко. Однако, никакой законодательной базы по регулированию такой деятельности не существует. Возможно, в скором времени нам предстоит жить в мире, где ясновидящие экстрасенсы станут обычными работниками сферы услуг. Детский Кубок Конфедерации приехал в Рязань. Юные футболисты из нашего города в ходе прошедших в Ярославле и Красногорске соревнований завоевали один из 50 чемпионских трофеев серии турниров, которые организовал Российский футбольный союз и детская футбольная школа «Юниор». Эти соревнования посвящены традиционному Кубку Конфедераций, который, в свою очередь, начнется 17 июня и пройдет на четырех стадионах в четырех городах нашей страны. 20 мая в России стартовала серия турниров в поддержку Кубка Конфедераций 2017. Этот проект футбольной школы «Юниор» при поддержке Российского футбольного союза в этих турнирах примут участие более 5000 юных футболистов. По традиции команды представят страны участниц турнира – Португалию, Германию, Чили, Россию, Новую Зеландию, Камерун, Австралию или Мексику. Две рязанские команды уже провели свои сражения на спортивных площадках Ярославле и Красногорске. И оба этих выезда стали более чем удачными. Ярославле футболистам 2011 года рождения выпал жребий играть за сборную Камеруна. Команда без труда обеспечила себе место в полуфинале соревнований, обыграв сверстников, которые представляли Германию, Чили и Австралию. И в упорной борьбе с командой Мексики получили право сыграть в финале. В этой игре рязанским камерунцам не удалось сломить крепкую команду Чили. В итоге рязанский «Юниор» получил серебряный кубок. Не менее драматично складывался турнир для совсем юных рязанских футболистов 2012 года рождения. В Красногорске нашим спортсменам выпало играть за сборную России. И ребята сделали то, что пока не по силам главной сборной страны. На групповом этапе наша команда обыграла Португалию и Мексику, но допустила одну осечку, проиграв тульским футболистам, представлявшим Новую Зеландию. В полуфинале российская рязанская сборная обыграла команду, которая представляла Германию. И в финале снова встретилась с Новой Зеландией. Это был настоящий финал, в котором было все. В счете вела то одна, то другая команда. Матч закончился со счетом 2-2. И все решила серия пенальти, в которой лучшей оказалась сборная России. Рязанские юниоры стали чемпионами Кубка Конфедерации. И тут можно сказать только одно, чтобы наши профессионалы смогли повторить этот успех. Стремись всегда к победе, не бойся неудачь, ты завтра в высшей лиге забьешь свой главный мяч. С сентября 2016 года в нашем городе работает специализированная клиника проктологии и урологии Медлайн. Сюда чаще всего обращаются пациенты с довольно деликатными проблемами, которые врачи и сотрудники центра помогают решить конфиденциально и в кратчайшие сроки. Подробнее о клинике Медлайн в материале Ирины Ковалевой. Сеть клиник Медлайн уже давно и успешно работает по всей России. С сентября прошлого года и у рязанцев появилась возможность доверить свое здоровье профессионалам. Высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование и индивидуальный подход к каждому клиенту – вот слагаемые успехы центра Медлайн, специализирующегося на таких направлениях медицины, как урология, проктология и гинекология. В урологическое отделение клиники обращаются пациенты с такими заболеваниями, как простатит, раннее семяизвержение, нарушение эректильной функции и аденомопростаты. Применение уникальных проверенных методик позволяет уже после первого визита к врачу выявить причину возникновения проблемы и немедленно назначить эффективное лечение, причем не только медикаментозное, но и аппаратное, которое проводится здесь же. Это и лазеротерапия, и электромагнитная терапия, и вакуумная терапия. Также возможно проведение инфузионной терапии лицам, находящимся у нас в клинике. Латексное легирование и лечение с использованием израильских препаратов позволяют специалистам клиники Медлайн в амбулаторных условиях успешно бороться с геморроем, анальными трещинами и другими проктологическими заболеваниями. В нашем центре мы используем современные безоперационные методики лечения проктологических заболеваний, которые позволяют нашим пациентам оставаться в ритмной жизни. Обходясь без нарушений трудоспособности. Опытные гинекологи клиники Медлайн помогут женщинам справиться с бесплодием, вылечить эрозию шейки матки, эндометриоз, а также воспалительные заболевания женской половой сферы. Здесь же оказываются услуги по эстетической гинекологии. Стоит отметить, что персонал медицинского центра Медлайн делает максимум возможного для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, начиная с момента записи на прием и заканчивая посещением центра его специалистов. Наверное, именно поэтому клиника Медлайн успешно работает на территории нашей страны и в том числе в Рязани. Можете быть уверены, здесь вам помогут быстро и эффективно решить самые деликатные проблемы. Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Не теряйте надежду на теплое лето, оно обязательно придет. До встречи. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».